МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А, здравствуйте, ребята! В эфире программа для самых любознательных детей по секрету всему свету. Как всегда, рад вас всех приветствовать. Я корреспондент Зубок. Вы, конечно, знаете, что в этой программе мы делимся друг с другом разными секретами. Вы рассказываете мне о том, что узнали интересного, а я вам. Так, вот, например, Катя Шацкого из Москвы написала мне письмо. Привет, Зубок! Здравствуй, Катя! А я узнала, что раньше краски для художников делали из растений и камней. Хм, из растений? Хм, вот как интересно! Надо об этом как-нибудь разузнать поподробнее. Спасибо, Катя, за этот интересный факт. Так, а вот Алёша Прокопенко из Барнаула прислал вопрос по электронной почте. Так, почитаем. Здравствуй, Зубок! Здравствуй, Лёша! Я живу на Алтае, и у нас часто меняется погода. Говорят, что погоду изучают метеорологи. Расскажи, как они это делают. С уважением, Алёша, восемь лет. Хм, да, интересный вопрос. Я никогда не задумывался, как изучают погоду. Хм, вон у нас на улице сейчас дождь идёт. И как его изучать? Хм, это ведь не книга, не учебник какой-нибудь. И ещё, кто её там изучает-то? Ну-ка, метеорологи. Ух, это слово даже не выговоришь сразу. Что-то много непонятных вопросов у меня возникло. Да. А раз так, пора мне отправляться на очередной репортаж. Поеду, узнаю всё про эту метеорологию. По секрету всему свету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что всё на свете непременно знать хотим. Итак, ребята, ваше письмо позвало меня в дорогу. И вот я оказался на метеостанции. Это такое специальное место, где работают метеорологи, люди, которые изучают погоду. На каждой метеостанции обязательно есть метеоплощадка. Она для нас представляет особый интерес. Именно сюда приходят метеорологи несколько раз в день, чтобы записать показания разных приборов. Ой, а где приборы? Сейчас узнаем. Вот, например, будка на ножках, похожа на скворечник. Называется психрометрическая будка. На всех метеостанциях страны её размещают на высоте 2 метра. Учёные выяснили, что это самая правильная высота для наблюдения за воздухом. В будку кладут приборы, которые измеряют температуру и влажность воздуха. Кстати, термометр – один из самых любимых приборов у метеорологов. Потому что им постоянно измеряют не только температуру воздуха, но и воды, и даже почвы. Да, ещё на разных глубинах. Все показания приборов учёные тщательно записывают каждые 2-3 часа. Ведь погода штука изменчивая. Только что светило солнышко, и вот уже оказались тучки на небе. И вдруг пошёл дождь, а то и снег. Никакое изменение погоды не должно пройти без внимания. Кроме температуры ещё постоянно измеряют влажность воздуха. Это только кажется, что он невидимый и пустой. А на самом деле в воздухе постоянно находятся малюсенькие капельки воды. Чем и больше, тем выше влажность. Такое случается, например, во время дождя или тумана. Тогда, говорят, влажность воздуха высокая. Ещё одна важная работа у учёных-метеорологов – следить за загрязнением воздуха. Сейчас в городах очень много машин, и все они выбрасывают в воздух вредные вещества от сгорания топлива. Учёные следят за загрязнением воздуха и предупреждают всех о состоянии окружающей среды. Вот видите, воздух невидим. А изучать его можно по-разному. И это очень интересно. Ой, совсем забыл позвонить тётушке Матильде. Алло, тётушка Матильда, вы меня видите? А? Видите? Да, Зубок, вижу. Вот только слышу, не очень. Должно быть какие-то помехи. Ага. Это от того, что ветер порывистый. Ну, может быть, может быть. Возможно, на том месте, где ты сейчас находишься, такая роза ветров. Тётушка Матильда, вы ошибаетесь. Никаких роз здесь нет. Я всё обошёл, не видел. А при чём здесь вообще розы, если мы с вами про погоду разговариваем, а? Зубок. Роза ветров – это важнейшее понятие для всех, кто изучает природу и погоду. Надо тебе его объяснить. Когда-то, давным-давно, люди начали изучать землю. Это было очень ответственное и трудное занятие. Поэтому одновременно с открытием новых земель путешественники изучали погоду. Они вели дневник наблюдений, в котором записывали всё, что касается погоды. Специальный рисунок, на котором нарисовано направление ветра для каждой местности, называется «роза ветров». И чтобы изобразить такую розу, нужно взять тот самый рисунок, на котором расположены стороны света, и нарисовать направление самых частых ветров. Например, самый частый ветер – разобразить длинной линией. Тот, который дует частенько, линии поменьше. А редкий ветер – короткой линией. Получится рисунок, напоминающий цветок. Учёные решили назвать его «розой», показывающей ветра. Очень-очень получилось красивое название. Вот здорово! Но ведь для того, чтобы знать, какой ветер дует чаще, нужно долго наблюдать погоду. Верно. И все наблюдения аккуратно заносить в свой дневник. Всё. Теперь я твёрдо решил, что буду вести дневник наблюдений. И вскоре нарисую свою розу ветров в шишкиного леса. Ой, молодец, Зубок. Осталось только пожелать тебе терпения и удачи. А что, поеду и прямо сейчас заведу специальную тетрадку «Дневник наблюдений за воздухом и водой в шишкином лесу». Пригодится для изучения нашей природы. И вы, ребята, тоже наблюдайте за природой там, где живёте. А обо всём интересном пишите мне. С вами был корреспондент Зубок. До свидания, ребята. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»